Итак, Москва принимает поздравления. Ей в восторге и признание в любви. В столице День города. Города, который меняется к лучшему. Города, в котором хочется жить. Современная, благоустроенная, стильная такая столица сейчас. И не заметить это просто невозможно. Праздничная атмосфера сегодня чувствуется буквально повсюду. Мероприятий сотни. В том числе в парке Зарядье. Он открылся всего год назад, тоже в День города, и уже стал настоящим центром притяжения. Авторитетный журнал «Тайм» включил его в список лучших мест в мире. К Зарядье в эти минуты приковано все внимание. Там открылся новый концертный зал. На сцене сплошь звезды. Торжественное событие посетил Владимир Путин. В прямой эфир выходит наш корреспондент Иван Прозоров. Иван, ну как впечатление? Вот такой подарок москвичам ко Дню города. Зрители и артисты уже оценили? Да, Екатерина, и зрители, и артисты остались под впечатлением. Но этот процесс, так сказать, оценки сейчас продолжается. Историческое событие, первый концерт в Зале Зарядье сейчас в разгаре. Ну а как только прозвучали первые ноты этого концерта, зал был буквально заворожен. Давайте послушаем. Ну вот этот особенный день и гости собрались с особенной. Здесь не только известные исполнители, музыканты, руководители зарубежных концертных площадок, всемирно известных. Также и строители, которые своими руками возводили этот самый концертный зал Зарядье. Среди гостей мэр Москвы Сергей Собянин, глава правительства Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин. Перед началом концерта глава государства обратился ко всем присутствующим и объяснил, насколько важно появление такого зала для Москвы и России в целом. Такой концертный комплекс мирового уровня мог быть создан только в городе, который постоянно развивается, с каждым годом становится более комфортным, удобным для людей. Эта большая, большая напряжённая работа, конечно, не ограничивается строительством отдельных, крупных, выдающихся таких сооружений, как этот зал. Она, эта работа, идёт везде, в каждом дворе и подъезде, на улицах и в скверах, в поликлиниках, в школах, на новых станциях метро и передовых технопарках. Искренне желаю, чтобы музыка, которая будет звучать в этом прекрасном зале, объединяла всех людей, наполняла их нравственной энергией, вдохновляла на добрые помыслы, поступки и совершения. Я хочу поздравить москвичей с Днём Города, успехов вам, желаю процветания нашей любимой столицы и, конечно, всей России. Зал действительно получился выдающийся. Создавали его, в том числе, инженеры с мировым именем, которые принимали участие в появлении мировых концертных площадок. Но главное, конечно, акустика. Это акустический зал, звучание идеальное, не нужно никакой усиливающей аппаратуры, ну и, конечно же, геометрия, форма виолончели. Ну, в общем, вдохнуть и не дышать. Наш выдающийся пианист Денис Мацуев перед началом концерта действительно ходил и вдыхал, впитывал эту атмосферу перед тем, как начать свое выступление. Это абсолютная сенсация. Сейчас уже об этом можно говорить, потому что акустические возможности этого зала, они беспрецедентны. Такого зала еще не было в Москве. Воздушность, полетность. Куда бы вы ни зашли, особенно даже на самый верх, это самые лучшие места наверху. Здесь видно, здесь слышно и видно все. Понимаете, здесь удивительная история. Чем дальше ты уходишь, я слушал, когда играл оркестр, чем выше ты поднимаешься, тем ближе становится звук. Ну, наслаждаться этим великолепным звуком сейчас продолжают больше тысячи зрителей. До окончания концерта меньше часа, но для концертного зала «Зарядье» это только начало. Уже известно, что 50 лучших оркестров мира и 100 выдающихся музыкантов с мировым именем уже дали свое согласие на выступление в концертном зале «Зарядье». И плотная программа расписана буквально до конца декабря. Екатерина. Спасибо, Иван. Иван Прозоров из парка «Зарядье», где сегодня открылся новый концертный зал.